Добрый день, с вами снова я, Марина Морлок. Сегодня пятница, я иду домой. Сегодня конец августа. Иду я домой, короче говоря, в печали. У меня сегодня, понимаете, у меня в последнее время херовое настроение за сложные эмоциональные обстановки на работе. Но сегодня я еще и зарплату получила, к тому же. И ее размер меня опечалил. В связи с тем, что у меня был неоплачиваемый отпуск. В общем, и эта печалька вообще. Ютуб, если им заниматься, получается выгоднее, чем работа по найму. Вот. Но это очень грустно. Все очень грустно, блядь. Мне все не нравится. Дело в том, что меня еще огорчил риэлтор, потому что он сваливает... Короче, риэлтор свалил в отпуск. В связи с чем сделка переносится на середину сентября, а может быть даже на конец сентября. Вот. Знаете, какая рябина? Красная такая рябина. Прям очень-очень кровавая красная рябина. Ее очень много. В общем, сделка переносится на середину, а может быть даже на конец сентября. А я уже настроилась на переезд. Но, с одной стороны, это плюс, потому что я настроилась только морально, а физически и материально я пока не готова. к отъезду по той причине, что мне нужно собрать свое барахло и накопить деньги на непосредственно на благодарность риэлтору и на это самое. На сам по себе переезд. То есть на оплату грузчиков, погрузчиков, вот этого всего. Потом, опять же, как только я приеду, меня ждет херово туча дел. Мне нужно подводить интернет. Я не знаю вообще, возможно ли это. Завтра я буду звонить в компанию Дива. Но не знаю, это надо было раньше позвонить. Но я что-то откладываю. Я все никак не могу поверить, что это действительно случится. Потому что я не знаю, что там будет с интернетом. Вдруг его вообще не будет. И что я буду делать? Как я буду жить без интернета? Я вообще не знаю. Какие вот дела. А сейчас я иду в пятерочку. Я, блин, я расстроена. Я расстроена маленькой зарплатой. Я расстроена постоянно то, что мной все время недовольны на работе. Это уже давит на мозг. И я поэтому в плохом настроении. Вечером уже снимать ничего не хочется. Мне не нравится, что-то как телефон мой снимает. Я хочу другой телефон. Этот телефон новый, он еще и не поюзанный нормально. Но мне не нравится. У него изображение дергается все время. Ну, во-первых, это и от рук, конечно, зависит. Ну и то, что, когда я просто телефон кладу или ставлю на штатив и вообще не трогаю, он начинает как-то искать фокус. самофокусируется, не может сфокусироваться, начинается как какое-то дерганье. Вот. Это печаль. Печаль. И, конечно, блин, я расстроилась, потому что я уже настроилась на переезд. Я думаю, вот сейчас я уже парохло соберу свое. Вот я думаю, уже все. Вот неделю через две я поеду, у меня будут новые блоги из нового места. Ну, хрен, все что-то задерживается. Я беспокоюсь. Еще есть зуб тоже. Но он, кстати, не болит, но и не... Как бы... Там и есть опухоль на Дисне, и все, и она не болит, и это еще больше меня печалит. Но мне сказали, что это нагноение, то есть это... О, потому что там гной, типа это не опухоль, которая... То есть это не онкология, это уже хорошо. Вот. Какие вот дела. И что-то, блин, это настроение херовое, вообще. Блин, мне нравится, вообще. Вот. А вчера мне в грибами отдали долг. Как я вам рассказывала, тоже одна женщина должна мне была какую-то сумму маленькую, там, по-моему, 100 рублей, что-то так... Что-то около 100 рублей. Вот. И... И у нее были грибы. То есть она умела собирать грибы. И я как-то видела, как она с мужем со своим возвращается из леса, и у них грибы. Ну, и у каждого по ведерку с грибами. Она такая, она спрашивает, когда тебе деньги вернуть? Я говорю, у меня бы лучше грибы. Дело в том, что уже несколько лет я мечтаю о картошке с грибами. Но с цивильными, короче говоря, грибами. Не с каким-нибудь там шампиньонами или вешенкой, которые в пятерочке продают. А картошке, нормальной, жареной картошечке, вот мне жрать уже захотелось теперь, с цивильными лесными грибами, там, с маховиками, с козлами, с... грибы, знаете, как грибы называются, которые я в детстве любила собирать. Это были грибы-синяки, но не потому, что они бухают, а потому, что они синеют при надавливании. Грибы-решетники и грибы-козлы, вот, и сыроежки мне часто очень попадались. Но сыроежку я боюсь спутать, короче, с бледной поганкой. Так вот, в общем, вчера вечером мне принесли целое ведро, короче, грибов, решетников, синяков, козлов, подберезовиков, подосинников, и даже там, по-моему, было пара белых грибов и маховики. В общем, вот эти клевые грибы мне доставили вчера прям на дом. Я обрадовался, я думаю, ой, я сейчас пожру их. Но потом я знаю, что их нельзя, типа, жрать сразу. Мне, говорит, сказали, так как грибы были большие, с такими шляпками, с большими шляпками, похожими на поролон, мне сказали, не жрать сразу, а замочить в воде, чтобы вылезли червяки. Ну, я их замочила в холодной воде, в кастрюле. Я помню, у меня дед раньше любил собирать грибы, он приносил, ездил в Шатурский район, приезжал, привозил целый огромный рюкзак, и бабушка замачивала эти грибы в ванной, и он много всяких прям разноцветных грибов, он разбирался, он был просто ас в собирании грибов. И замачивала в ванной прям эти грибы. Их надо быстро приготовить. В общем, такие вот дела. Но потом грибы прекратились. В общем, вчера я замочила эти грибы в кастрюле. Они там мокли, 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 мокли. И черви из них не вылезли. Я думаю, ну может быть, черви раньше ушли с этих грибов, или может быть, это вообще не очень червивые грибы, ну мало ли, всякое бывает. Я думаю, ну ладно, оставлю эти грибы. Короче, я оставила грибы. И поставила, короче, я их порезала, отрезала у них ножки, самые червивые места выкинула. Пока я резала, я обратила внимание, что у них вроде бы есть следы пребывания внутри тела гриба червяков. Но замех червяков видно не было. И я это все поставила варить в кастрюле. Это стало все вариться, а потом это надо было откинуть на дуршлаг. А у меня не было дуршлага. Потому что у меня был когда, что я не люблю готовить, потому что раньше столовая была терпимая, а сейчас стала нестерпимая. Вот. И я готовить не люблю. Я старалась покупать готовую еду, а сейчас она мне надоела. И захотелось очень грибов. И дуршлаг у меня был, но он был убран далеко, на антресоль. Я уже не помню, где. Я думаю, блин, что я буду его доставать? Я так солью. Если я иногда варю макароны, я просто так воду сливаю, закрываю крышкой, оставляю небольшую щель, придерживаю крышкой и сливаю воду. И, короче, так макароны варятся. Я даже дуршлаг не использую часто, потому что редко готовлю. И у меня некуда-то был убран этот дуршлаг, если он вообще у меня был, если я его еще не выкинула, его не потеряла нигде. Вот, в общем, не было. Думаю, что делать? Я взяла решетку для грилей и откинула грибы на нее, используя ее вместо дуршлага. И, в общем, что я обратила внимание? Просто трэш. В кастрюле плавало вместе, во-первых, грибы, они дали какой-то черный сок, они окрасили воду в темно-коричневый цвет. И вода какая-то склизкая стала после грибов. Вот, но это еще не все. Короче, в процессе варки из грибов полезли, короче говоря, белые маленькие червячки. И я поняла, что ценность грибов на самом деле грибы плохо усваиваются, это растительный белок, который плохо усваивается организмом человеческим, особенно детским, и вообще детям до 7 лет грибы нельзя. Я поняла, что основная питательная ценность из грибов заключается в червяках. И этих червяков было очень много в этих грибах, то есть просто там было дохренище червей в этих грибах, было очень-очень, прям, ну, очень много червяков, дохренище было червяков, белых таких, то есть белых таких вот снажористых червячков. Вот, было много в грибах. И червяки были жирные, вот, видимо, им очень хорошо жилось, видимо, грибы были сытные, очень питательные, червяки там питались, а потом, короче говоря, они сварились, я поняла, что у меня, хорошо, что я суп не стала варить, потому что у меня был бы суп червяково-грибной, потому что червяков там было дохера. Я решила перебирать, короче, так как у меня не было дуршлака, а вот эта вот слизь, которая окружала грибы, она очень плохо стекала. Я думаю, я буду сейчас вручную убрать и как бы немножко так рукой вот жамкать грибы. Они превратились в слизь и сквозь пальцы так вот. И из них при этом, то есть, вот эта вот шляпка, короче, такая гриба маховая, трубчатая, то есть, мне исключительно дали трубчатые грибы, потому что я не доверяю пластинчатым грибам, сейчас уже в детстве я очень хорошо в них разбиралась, а сейчас я не доверяю пластинчатым грибам, потому что боюсь очень случайно вместо сыроежки взять бледную поганку и погибнуть от отравления, потому что бледная поганка смертельная. Смотрите, какие-то ягоды в ягодицах. Я не знаю, что это. Возможно, это какая-то какая-то волчья лыка может быть или жимовость, но лучше не рисковать. Даже съедобным это не выглядит. Никто это не рвет. Пусть это птицы едят. Так вот, дальше яблони. Яблок стало значительно меньше на ней. После яблочного его спас. Так вот, о чем бишь я? Здравствуйте, здравствуйте. В общем, сегодня выйдет, прям сегодня, да, сегодня будет новое видео. Вот я как раз, я как раз его снимаю сейчас. Вот. В общем, сегодня постараюсь все это я выложить. Короче, грибы оказались, короче, грибы кишели червяками, особенно их трубчатые шляпки. Когда я брала слистую после варки трубчатую шляпку и надавливала пальцами на нее из ее трубчатого слоя, похожего на склизкий поролон, выдавливались, короче говоря, белые червяки. Вот, собственно, что происходило. Марина Морлок у меня называется канал. У меня ничего за неловко. У меня дети смотрят, рассказывают про червивые грибы. В общем, буквально шляпки стали, когда грибы были сырые, и шляпки были похожи на поролоновую губку. А у гриба синяка шляпка при надавливании начинает синеть. А когда они сварились, шляпка стала похожа на слизь. И, короче говоря, если на нее надавить пальцем, вот, из нее вылезали червяки. что-то тут хреновая стоянка до хера народу. Я сейчас отойду под березу и снимаю там блок. Вот. Что-то тут грязи до хренища. В общем, грибы меня разочаровали. Я думала, что я просто их отварю, солью воду. Я даже думала, что я не буду их полоскать. Я думала, я их тут же отброшу на сковородку, добавлю лук, картошку и у меня будет все черепики. У меня будет цивильный обед. Но нихера. Там оказалось такое большое количество червей, что мне пришлось примывать грибы несколько раз, чтобы вымыть из них червей. Очень много грибов пришлось выкинуть, потому что я беру эту шляпку, она такая ацколистская как жидкий кал, темно-коричневого цвета. Надавливаю, и она мало того, что она между пальцами шкваршканет и падает так, так еще и при этом из него вылезают белые черви. Меня потянуло блевать. Я поняла, почему народы севера не едят грибы. Считаю вообще по некоторым поверьям, по-моему, чукотским или эскимосским, ну, короче, по поверьям некоторых народов севера грибы это уши злых духов, которые обитают в потустороннем мире мертвых. короче говоря, грибы это уши вот этих вот духов из мира мертвых, которыми они слушают то, что происходит в мире живых. Поэтому грибы очень не рекомендовала съесть. Но я с детства очень любила грибы. Ну, в детстве мне лет с 8, наверное, я где-то считается почему-то, что до 7 лет нельзя есть грибы, потому что желудочно-кишечный тракт недостаточно сформировался, чтобы принять и переварить грибы. Но уже лет, наверное, когда у меня было 8-9, я сама собирала грибы, свинушки, там, эти сыроежки, особенно любила лисички, и маховики, и козлы, и синяки. Смешное название. Что-то сразу бьюти-блогер синяк полностью. В общем, и норм все было, но в этот раз это были просто сверхчервивые грибы, трэш просто. Как-то в детстве я не вдавалась в подробности, но я все равно по возможности перебрала эти грибы, самые червивые, я выбросила в помойку, а более-менее цивильные я сложила в тарелочку. В общем, приду домой и все-таки их обжарю с картошкой, закончу, так сказать, начатое, потому что очень давно я не ела такие грибы, и возможно у меня будет сегодня картофельно-грибной мубанк с червячным мясом, с белым, полезным, протеином червяков, если я не сблю раньше. В общем, спасибо всем, кто меня смотрел, такой вот мой вечер пятницы, в общем, такой вот закат, тут уже Нина над полем, тут вот такие вот березы, тут вдоль дороги березы такие стоят, тут тоже, наверное, около них растут грибы, и вот такой закат над полем, а я пойду в пятерочку, а потом уже пойду домой. В общем, спасибо всем, кто меня смотрел, с вами была Марина Морлов, пишите, собирали ли вы грибы, что из этого получилось, и реально, можно ли есть червивые грибы, как червяков убрать, кто ел, что потом было, пишите мне об этом, спасибо всем, кто меня смотрел, всем счастливо, всем пока-пока.